Ребята, мы сейчас будем записывать новогодние выпуски, так что будет кое-что новое, так что не переключайтесь, это будет главная фраза. Будет клёво, будет зашибись. Да, расскажем все свои истории. Нас давно просили снять выпуск о женской дружбе. Как не в Новый год? Да, да. Ксюша, ты реально еще ни разу не напивалась за программой. Не, я напивалась, просто на фоне нее я выгляжу брезвой, вот и все. Коньячку бахни, пройдет голова. А можно коньячку два? Это шутка была из-за тебя, пожалуйста. Нет, это серьезно. Нет, это серьезно. Можно коньяка, пожалуйста. У меня сегодня была, кстати, очень странная фантазия. А если кто-нибудь из моих бывших реально умрет, и мне нужно будет идти на похороны, все бы там хоронили, а я бы стояла, и какая-нибудь скупая слеза бы потекла с моей щеки. А Марьяна Ро беременна? Не знаю. Да нет, я почитала, что это накладной живот. Фотографию посмотри. Это накладной живот. Ты не читаешь Клоукости Блогерс. Там все уже есть. Друзья, все не случайно, что сейчас тут стоит елка. Карина нарядилась на передачу. Я, как говорила, обычно как бомб. Шампанское льется, и что же это означает? Это означает, что Новый год. И самое главное, сейчас будут аплодисменты. Смотрите. Нет, это не монтаж! У нас появились зрители в новогоднем выпуске. Мы решили, что хватит этих заумных тем, хватит этих ликбезов. Мы просто собрались выпить с нашими зрителями. Потому что мы всегда говорили в передаче в самом конце, что наша программа называется «Подруги». Не потому что просто мы между собой подруги, а потому что подруги – это наши зрители. А как можно не встретиться со своими подругами и не выпить перед Новым годом? Поэтому мы решили это сделать. Даже я со своим гастритом так уж и быть. Сделаю глоток шампанского. Никто. Абсолютно никто. И тут они. Я смотрю на гастрит. У вас был когда-нибудь секс во время Нового года? Блин. Блин, конечно. Как это, как это вообще? У меня был полтора года назад с 17-го на 18-го. Я вам скажу под… А, вы имеете в виду под Путина, что ли? Да. Вот я только что хотела сказать, что под Путина заниматься сексом. Мы Путина не включали, говорю. Не очень сексуально. У меня не было телевизора. Не, ну я после новогоднего. А я думала, Путин включается даже там, где телевизор. Ну он просто появляется где-то. Кстати, прикольная тема, на самом деле. У меня было… Это с под Путина? Нет, нет, нет. Когда куранты бьют, и в этот момент торгах. А ты, подожди, где праздник? Кто-то, каждый в бой делает движение. Нет, это, кстати, мне кажется, идеальный способ, чтобы отметить день рождения. День рождения тоже, кстати. У кого-то день рождения 1 января просто. Кстати, у моей бабушки. Ужасно. Я считаю, что день рождения, которые совпадают с праздниками, это ублюдство. Да, это ублюдство. Чувствуешь себя подокрысой. Козероги. Фу, да, кстати, козероги. Нет, это хай. Ну он тяжелый знак просто. Зодиака, может быть, вы расскажете, что у вас там вообще? Что в этом году ожидается, девчонки? Ну, это год крысы, так что будет много крысятничества. Нет, пожалуйста, не хотелось. Нет, главный тренд 2020 года, что все планеты ебанулись и идут в Ретрограде вот так крутиться назад. И если раньше это был один Ретроградный Меркурий, теперь все планеты решили, что это прикольная фишка. Очень много меншинов в Твиттере получаешь, когда ты так делаешь. И Марс в Ретрограде, Венера в Ретрограде. Что будет ретроградить Венера? Венера отвечает за любовь и вот это все. За нашу программу. За нашу программу. Все красиво. А будет в последние годы такая история? Нет. Венеры нет. Был только Меркурий нон-стоп. Это когда ты косятишь, как обычно, но ты говоришь, блядь, это Ретроградный Меркурий. Ретроград, это же не значит, что будет прям провал. Это просто когда что-то путается. Закрываешь проект. Ретроградная Венера, не делаешь пластические операции. Правильно. Хотела себе третий размер, а сделали третью сиську. Ну вот это вот последствие Ретроградной Венеры. Либо вы посрались и ты думаешь, что обычно вы как обычно посрались и вы помирились на следующий день, а потом случаются какие-то события, которые способствуют тому, что вы расстаетесь. Ну какие-то такие. В общем, нужно быть внимательным. Нужно быть внимательным. Да, еще этот год високосный. Ну тут я, кстати, не знаю, потому что у нас разошлись показания. У меня 16-й был отвратительный. У меня был лучший год. У вас 2016-й был хороший или плохой? Отвратительный. Отличный и ужасный. Нет, у меня реально это мой самый любимый год. У меня был хороший. У меня был очень плохой. У меня был очень плохой год. А мы с тобой начали дружить в 16-м. Да, но были только, знаешь, понимаешь, случались еще другие события, которые… Возможно, в 2020-м она найдет новую лучшую подругу. О, да. Так, а вот в плане дружбы я только что сказала, что Карина себе кого-нибудь найдет. Есть вот этот знаменитый ваш кодекс братана. Мы его никак не обсудили. Давайте зафиксируем под Новый год, все же отмечают все-таки с друзьями и подругами, про дружбу, про женскую и про кодекс братана. А что туда входит и верите ли вы вообще в женскую дружбу? Ты даже не писал дружбу. Наизусть мы его знаем. Но самое главное, что это… Из-за чего обычно ругаются девочки? Это из-за мальчиков. Минутка сексизма. Да. Ну и мальчики, но я просто не мальчик, поэтому я отвечаю за девочек. Так что извините. Короче, не вмешиваем чужие гениталии в ваши отношения. Да, вот у нас никогда не было споров из-за чуваков. Ну, в смысле, никогда не было такого, что кто-то у кого-то кого-то отбивал. Или… Или кокетничал с парнем. Или кокетничал, да. Это вообще какой-то провал. Нет, ты знаешь, провал все равно. Знаешь, иногда девочки не замечают, и ты там сидишь с парнем, а она как бы такая… Ну, в общем, это… Я вот из-за этого вообще не верю в женскую дружбу. Sorry, sorry, но типа… А она может даже не отдуплять, что она это делает. Да. Ну, она может даже не думать, что… Не делать это, чтобы тебе специально подсалить. Я, наоборот, всегда нарочно, типа, вот 500 рук между мной и парнем. Просто специально мой парень такой «Привет, Таня, пошел нахер!» Типа того, да, да, да. Кто ты? Да, ну, у меня правда такое есть, типа… Ну, вот потому что я… У меня были лучшие подруги. Это прям моя боль вообще, потому что я уже давно не подпускаю подруг. команда по себе очень близко, потому что у меня… Понятно, Тань. Вы знаете, что каждую программу нам приходится приводить ее? Да. Я вас и ненавижу. Нет! Я вот так от всех во время, потому что у меня были лучше подруги. Одна лучшая подруга… У меня была ужасная история, с тем, что она начала встречаться с парнем. И вот это я, не знаю, у всех наверняка есть такая история, когда девушка… И, типа, он говорил, не тусуйся с ней, не гуляй с ней, ничего с ней не делай. Потому что ты шмара. И, короче, я пришла к ней на день рождения, и он такой открыл дверь вместо нее. И такой, что ты пришла? Я говорю, в смысле, на день рождения? Ты шутишь? Серьезно? И она стоит за его спиной, такая вся, типа, бедная овечка. И я говорю, ну, Сузя, я пришла свою подругу поздравить, передаю подарок. Она такая, ну, мы тебя, типа, не звали, не приглашали к ее. Серьезно? Какой позор. Да. И все мои друзья стояли рядом. Это большой-большой позор. И, короче, и стояли самые ужасные, что все мои, типа, общие друзья. И никто из друзей, типа, не застык. Гадость какая-то. Они что, говнарили, я бы всем ежика под дверь. И я такая, типа, ухожу домой и... Пакеты говна кайзаю. Ну, ежик, это как, знаете, что такое ежик? Это когда ты берешь пакет говна, заворачиваешь, поджигаешь и бросаешь под дверь. И люди начинают... Как часто ты это делала? Не буду говорить. А, вот, и люди начинают топтать... Это шквардая история. Да. И люди начинают топтать ежа. Вот это как бы... Ситуация такова. Интересно, в какой ситуации ты должен это сделать? Мне очень интересно. Вот в такой. В такой. Вот что я должна была сделать. Мы запускаем новый сериал в рамках наших интеграций. На этот раз все серьезно, никаких игр и челленджей. Вместе с Котекс мы решили сделать образовательный ликбез на тему. Одну из самых, наверное, мифических. Это месячные. Многие сталкиваются с трудностями и ограничениями во время месячных. В первую очередь, как обычно, от недостатка информации и каких-то устаревших шаблонов. Эмиссия Котекс активно бороться со стереотипами, которые окружают месячные и помогают жить полноценной жизнью в этот период, обеспечивая комфорт и уверенность. Поэтому в нашем новом мини-сериале мы решили поговорить о главных нюансах и стереотипах, связанных с месячными. И начнем, наверное, с одного из самых актуальных. Это тема секс во время месячных. Это вообще ок или нет? Что вы по этой теме думаете? Не знаю. Ты хочешь сказать что-нибудь? Я, кстати, к сексу во время месячных отношусь нормально. Но когда у меня ничего не болит, просто иногда бывает то, что болит. Болезненные? Ну редко очень. А так обычно все достаточно безболезненно. И у меня нет такого, что у меня повышается либидо. И я такая, все, я так хочу заниматься сексом. У меня есть такое. У меня нет такого. Но если в этот момент вот как бы у меня случается... Стреллет? Нет, это типа первый период отношений. Вот это типа первый месяц, когда вы не выходите из дома и только и делаете, что занимаетесь сексом. Конечно, все так делают. Ну вот, да. Вот в этот момент прям они вот всегда супер нормально. Но если уже когда я подуспокоилась и стала домашней. Домашней кошкой. Существом, да. То иногда прикольно в том плане, что можно не использовать смазку, потому что все как бы такое... Да, дорожка проложена. Ну, по крайней мере, у меня так. Может быть, это опять сейчас тебе напишут и скажут, что это все неправильно, но в моем случае как бы я себя чувствую комфортно. Угу. Вот. Так. Я не очень люблю. Ну, просто я не люблю секс в душе. Я тоже не люблю, кстати. И он там все скрипит и скрежетает, и вода не очень помогает в процессе. Вот вода мне тоже неправильно. Вообще это не, вода отвратительная. Но когда ты занимаешься этим по квартире или даже по квартире звучит как... На самом деле я сейчас в шоке, потому что я тебя узнала в нашей передаче. Я реально такая сижу. В этот момент Карина в Петербурге отмокала как бы во время программы «Сори Василенко». А мы с Ксюшей разговаривали, и Ксюша такая «Секс во время месячных?» «Это вообще нормально». И я такая «Ксюша, у тебя что, бывает секс во время месячных?» И она такая «Ну наконец-то эти вопросы». «Ну да, бывает, а что?» И я себя чувствую. Ну да, но он бывает. А сейчас ты говоришь, что... Я просто с годами, ты начинаешь ценить кровать и стирку больше. Как много лет прошло с выпуска «Сори Василенко». Да, да, да. Вот. И я такая типа «Блин, лучше я вот это типа...» «Три-четыре дня я полежу, пообнимаюсь, а потом с новыми силами». Не знаю, я раньше относилась... Ну типа я даже не думала о том, что как-то секс во время месячных, что-то как-то это вообще... То есть мне даже в голову не приходит. Да, да. А когда мы начали записывать нашу передачу, то когда к нам всякие сексологи приходили, и ты мне сказала, и я такая «А, ну кажется, по мнению врачей это хорошо». И Ксении Дукалис. Да, это не нормально заниматься сексом во время месячных. И реально же все нам сказали, что это... А ты не пробовала, что ли, никого? Нет. Серьезно? Угу. Ну только самое главное помнить, что, как говорят врачи, что во время месячных все равно надо предохраняться, потому что это все миф о том, что типа если месячные, то значит ты не забеременеешь. Обязательно надо предохраняться и типа... Ну инфекции еще. Еще и инфекции, поэтому повышаются риски всяких заболеваний, болячек и прочего. Береги матку. Да, самое главное. Ну а если комфортно, ну и у кого-то не болезненный месячный, я бы, наверное, тоже занималась сексом, потому что реально у меня вот либидо прям... Так что, друзья, мы сегодня обсудили все мифы, мне кажется, ну не все, а мифы, которые вокруг секса во время месячных. Если у вас есть какие-то истории, связанные с мифами, может быть, вам что-то рассказывали раньше или вы что-то слышали от своих подруг, рассказывайте об этом обязательно в комментариях. Мы вместе с Котекс обсудим это в нашей следующей серии этого мини-сериала, поэтому пишите, обязательно все прочитаем, мы будем обсуждать в следующий раз с вами. Ну что, а мы дальше отмечать Новый год? Да, наливайте. У нас еще есть очень важный пункт, это даже если вот бывает, когда вот первые отношения, ну или первый этап отношений, и когда вы полностью окунаетесь в них, то... Они не дружеские, а имеется в виду у кого-то... Да, романтические. То дружеские отношения, они... Ну, мы у нас с тобой тоже так думали. Мы ездили в Париж. Мы ездили в Париж. И, короче, у нас правило, что никто не обижается, что кто-то куда-то пропадает на какое-то время, и мы всегда предупреждаем, что вот я сейчас влюбилась, у меня сейчас такой период, когда я пропаду, но если что-то, вот ЧП прям, если ЧП, то я обязательно приеду. А если не ЧП, а просто там типа из разряда как дела, то это может подождать. Непрошенные советы. Вот, вообще. Вот это, где не даешь братану непрошенные советы, потому что вот, например... Вообще все это, это типа кодекс не просто... Это кодекс нормальных отношений. Это даже отношений с просто человеком, которого ты в первый раз увидела, когда ты начинаешь давать советы, кокетничать, ну и вот это вот все делать, это вообще отвратительно. Нет, просто понимаешь, у нас был кейс, когда... Ну, я расскажу историю, что... Давайте, блин, давайте тащите историю, я тоже расскажу. У нас был кейс, ну и я, и Карина любим кутить, вот. И был кейс, мы поочередно это делаем. Я думала, вы дома сидите после девяти вечера и... Святая. Я вижу, у тебя не под головой. Нет, просто, когда ты сидишь с другом, всегда один кто-то напивается больше, и второй за ним следит. У нас это поочередно. Когда я улетаю в космос, она за мной, тогда она улетает в космос. Я бы очень хотела на это посмотреть, как Карина за тобой присматривает, когда ты улетаешь. А такое бывает, редко, но бывает. Редко, но метко. Я представила, как в параллеле вселенной Ксюша залезает на стол и орёт поперечному в шоколадницу, и Карина в этот момент... А Ксюша подходит к ничаю и говорит, а понеси меня на ручку. Да, и Ксюша такая, а понеси меня на ручку. Карина вот сейчас расскажет про кодекс братана, но когда она увидела моего мужа первый раз, она ему сказала, Тём, понеси меня на ручку. Она была... Но я к нему относилась, как к брату, понимаешь? Это были такие ощущения. Типичный телец, потому что пришёл, и я уже поняла, что телец они такие. Да, вот. Ну вот, и короче, у нас был кейс, когда на каком-то очередном мероприятии мы обе напились, но Карину чуть больше, вот, и она была весела и бодра. Про драканы, что ли? Нет, про... Мне стыдно было за тебя. Аааа! Вот эта история. Но это был большой день, это была классная ночь. Я её часто вспоминаю. Это был большой день, который начался... Ну, точнее так, приключения начались с того, что мы бежали за бывшим и орали гнида, а заканчиваясь... Подожди, это за кем мы бежали? Ну, за техно-гнидой. Ааа! А мы орали ему гнида? А поэтому он меня с днём рождения не поздравил? Не знаю! А я подумала, а почему он меня с днём рождения не поздравил? А почему вы так бежали? А я не помню. Это было виски. Вот, неважно. Потом мы пришли в Симачоп, ели пиццу, падали с лестницы... У меня на груди лежит кусок пиццы. Вот так вот просто. И я без рубашки лежу вот так вот. Ого! Да, мы веселились. Арт-искусство. Арт-искусство. Было весело. Фудпорн. В нормальном значении этого слова. Вот. Короче, у нас есть подружайка, которая на это всё смотрела. И как бы я там валялась на полу, но как бы это Симачёв, там все валяются на полу, и это всегда очень смешно. И она мне потом написала, что как тебе не стыдно, мне за тебя было очень стыдно, и ты себя отвратительно вела. Я говорю, слушай... Просто мне... Я говорю, слушай, а почему ты тогда не сказала мне, вот, Карин, такси, ты едешь домой, всё, как бы разрули вопрос, как бы. А она написала, мне было ужасно, Ксюша такая плохая подруга, она видела, что ты пьяная, но не остановила тебя и ничего не сделала. Ну как бы была очень мирная обстановка. Абсолютно. Были всё вокруг наши друзья. Я потом с ней приехала домой, увидела таракана, убивала её таракана. Всё очень мило мы убивали таракана. Это было очень смешно. У вас должен быть в жизни человек, который убьёт за вас таракана. Да, я просто очень боюсь тараканов. Вот. Так что было классно. Это было показательно, потому что эта девочка, она писала это всё с позиции, типа, я знаю как надо, как вы делаете, так нельзя. А я правильно. Мне за вас стыдно, а вот, типа, я молодец. И вот это не позиция друга. Позиция друга — поддерживать и помогать, когда тебя просят. Ну да. А не быть родителем, который такой, бля, делай таракан. Спасибо большое, я и так знаю, что я напилась. Вот это новость. Похмелье утром намекнуло, что я, блядь, напилась. Вот. Поэтому это всё ужасно. Не, я вообще, наоборот, всё время боюсь переступать с чьей-то границей, типа, никогда там, не дам совет, если меня не спросят. И вот это, типа. Потому что совета, что? Как мёртвую. У меня нет. И ещё, от добра добра не ищут. С вами рубрика телеканал «Спас» и «Житейские мудрости». От добра добра не ищут. Похлеп всему головам. Смотри, вот, бывает, у тебя подружка влюбилась в мудака, и она всё страдает и страдает, а ты тут решила, что вот, ты спасительница, и ты её сейчас вытащишь из этого, и она тебе спасибо скажет, его пошлёт, и у неё начнётся лучшая жизнь, потому что ты ей желаешь лучшего. На самом деле, как всё, она тебе ноет, 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 ты в это вкладываешь с ним. А потом она снова с ним сходится. А ты такая, йоу, я его тут полгода мудаком называла, а теперь мне ему в лицо улыбаться надо, потому что он вместе приходит. Да, да. Поэтому, как бы, она ноет. Это вообще моё любимое. Она ноет, ты говоришь, слушай, я понимаю, поддерживаю, как бы, но я уважаю любой твой выбор. Ты сама решаешь свои проблемы, как бы я тут тебя поддержала, но я пошла дальше решать свои проблемы. Слушай, пока сама не поймёт, бесполезно. Конечно, абсолютно бесполезно. И при том, что она сто процентов это уже поняла, но как бы... Но любит вот это, значит, поесть говно ложкой. Блин, а я не буду говорить, что я поддерживаю, если я не особо поддерживаю. Я скажу, наверное, так, что типа... Нет, я уважаю. Уважаю любой твой выбор. Ну да. И всё. Потому что очевидно, что человеку, это мы уже перешли на тему, наверное, абьюз отношений, что типа... Мне кажется, это всегда... Да, типа, когда... Да, типа, когда вот у меня были подруги, которые такие, блин, он меня не любит, он меня не уважает, он меня не... Блять, что тогда ты с ним делаешь? Свали! Слушай... И вот всегда один и тот же ответ. Ну а вдруг я не найду лучше? А вдруг я буду одна? Нет, слушай, у меня всегда был ответ на этот вопрос, что вот что ты в нём нашла? Потому что у меня некоторые персонажи были, вот действительно, что я там нашла? Я всегда отвечала, что эмоционально, как бы мне этот человек сейчас даёт то, что я не могу взять нигде ещё. Вот и всё. Вот и пока ты это эмоционально... Вот это говно он тебе даёт? Ну вот это, знаешь, там же это всегда вот эти вот горки, роллер коустер of love. Да, это очень прикольное ощущение. Он мне пишет. И поэтому это так же, как аддиктивному человеку сказать перестань. Какому человеку? Аддиктивному. Аддикшн. Аддикшн. Зависимость. Зависимому человеку сказать перестань. Он же не перестанется там обжираться или напиваться. Как бы это должно дойти самостоятельно. Поэтому здесь ты просто такой, я уважаю твой выбор, но это как твоё говно, я в него не лезу. Так, что там ещё? Ну вот я и перестала, собственно, общаться по этому. А ещё у меня была замечательная ситуация, когда я встречалась до своего мужа, у меня самые долгие отношения были, наверное, года три с половиной. Жизнь до нечая. Мой любимый титр второй. Да. Но в итоге, типа, мне моя подруга сказала, что типа, ой, да он псих, да бросай его, да он псих, ну ты что, бросай его и так далее. Мы с ним расстались, и она начала с ним встречаться, и теперь они женаты! У-у-у! А он у неё там тоже в подъезде спал? Вряд ли. А он у неё сейчас спит в подъезде. Нет, нет. Удобнее просто. Она поняла, что такой охуенный мужик, можно вообще в квартиру записывать. Да, вообще реально. Очень удобно. Очень удобно. Так что да. Поэтому после всех своих замечательных историй, я в женскую дружбу не верю, дружу только специально. Слушай, и так же это зеркально происходит, ты никогда не переносишь ответственность на своего друга за своё говно. Конечно. Ну вот это вот, иногда бывает, скажи мне что, скажи мне что мне делать, и я так сделаю. Вот так нельзя говорить. Это вообще какая-то детская позиция. Слушай, ну, вот вроде бы это абсолютно очевидные вещи, но, к сожалению, нужно... Но люди в директ продолжают писать нам сообщения, в какой вуз мне поступить, помоги решить вопрос. У меня не хватает энергии, как мне найти себя? Не знаю, я вот не могу из-за того, что мне кажется, у меня вот есть астрология, ещё есть нумерология. У меня по нумерологии самый огромный сектор... И так мы окончательно становимся спиритическим сеансом. РНТВ выкупает программу подруги. Мы же не зря сегодня, да, все в свечах, поэтому мы уже пошутили, что мы сегодня с четыре комнаты в первая серия с Мадонной, когда мы просто... Короче, у меня по нумерологии, опять-таки рубрика сексизм, сектор логика на барабане, типа там семь единичек, это типа мега сектор логика, и из-за этого мне сложно, когда со мной подруги начинают разговаривать на эмоциональном языке, и я им пытаюсь объяснить, что типа, что ты сейчас орёшь? Вот, смотри, я это сделала, потому что... Я тебе это не посоветовала, потому что странно лезть в твою жизнь. Ну ты что, не понимаешь, что мне сейчас надо? Блин, смысл, подожди. У нас такого нету, что никто никого не кричит. Это просто разные уровни поддержки. Иногда человек к тебе приходит не за советом, а за поддержкой. Это как ты, когда к парню приходишь и говоришь, блин, меня на работе заебали, и что делают почти все пацаны. Надо сделать вот так. Любая девочка и так знает, что надо сделать. Ей надо, чтобы ей просто сказали, блин, малыш, бедная, ну ты молодец, ты со всем справишься. Конечно, так это то же самое, как вот у меня была очень большая проблема. Человечная женщина знает, что сделать. Нужна просто формальная поддержка. Я вчера стояла, плакала, и Тёма ко мне подошел вот так, он обычно со мной очень добрый и мил, но тут он подошел, ты что как маленькая, ну-ка соберись, ты же ведь серьезный взрослый человек, давай нормально. И я такая, да? А что я реально как ебанутая? И все типа нормально сделала. Вы тем более еще Это ваши ролевые игры. Столько лет вместе. Это ваши ролевые игры в адекватных людей. Еще бывает такая распространенная проблема, у меня такая была, что вот тебе парень ноет, и ты тоже начинаешь решать его проблемы. А не надо решать. Как бы ты просто говоришь, блин, ну ебанок. Прорвешься. Прорвешься. Афера. Я рядом, если я как-то могу помочь, там, поддержать тебя, скажи, что мне сделать. И все. А вот эти вот чужие проблемы решать не надо. Что с тобой? А есть ли люди, которые не верят в женскую дружбу? Такие. Интересно. А почему вы не верите? А я хотела рассказать историю, как я лишилась подружки лучшей. Господи, я думала, Девна с подругой. Да, да, да. Мне просто очень интересно послушать ваше мнение. Ей изменял муж, а ее... Со мной. А ее муж? Почему она со мной перестала сгручать? А ее муж мой брат. И он попросил, чтобы... Стоп, подожди, сейчас. У меня... Ее муж... Твоя лучшая подружка. Короче, у тебя есть брат, который изменял у твоей подружки. Нет. Мой брат женат. Да. Был. На твоей подружке? Да, лучшая подружка. И он тебе... Он ей изменял? Блин, корене не выметил брата. Он ей изменял и простил меня об этом не говорить. Оооо. Аааа. И она узнала, увидела у меня в телефоне фотки там. Ну, короче... Какие фотки? Ты с ними ходила гулять? Да, да, да. Зачем? А зачем ты туда влезла-то? Куда? Ну, это же мой брат. Ну что? Нет. Я, кстати... Подождите, стойте. И в чем конец истории? Это вся история? Ну, она увидела фотографию. И, естественно, мы перестали общаться. Но это справедливо. Вот. Но меня же просил брат не говорить. То есть... Мне тогда должна была сказать, разберись со своим дерьмом. А потом я уже буду видеться либо с одной, либо с другой. А гулять я с вами и фотографироваться не буду. Это всегда очень сложная история. Вот, допустим... Нет. Вот это действительно сложно. Когда вроде бы... Да. Еще если у тебя очень классная степень общения с братом. Да, да. Типа, когда ты прям реально... Ну, я бы своему брату не знаю. У меня очень классная степень общения с братом. Скажите, это мудачество. Я бы сказала, что ты мудак. Иди разбирайся. Я в это лезть не буду, как бы. Ты... Я ее хорошо знаю. И с тобой я не хочу портить отношения. Это твои отношения. И давай-ка ты там сам. А потом мне уже скажи, с кем мне гулять и кого фотографировать. Нет. Смотри. Вот иди. Мне кажется, что... Короче. Мой брат и его бабы. Да. Но, с другой стороны, ты не знаешь, как влезать в отношения. Не надо в них влезать. И поэтому ты такая, типа... Так он же сам с ними лезет. Понимаешь? Смотри, она хочет встретиться со своим братом. Он берет на встречу и приходит с своей девушкой. Не надо с ней приходить. А почему? Ты когда с родителями встречаешься... Ты своего... Ну, вы... Ты жена замужем. Окей. Я когда встречаюсь со своими родителями, я хочу поговорить с родителями. Я же не беру с собой свой самовар. Ну, в любом случае, короче, это его проблема. Мне кажется, что вот... Нет. Как тебя зовут? Прости, пожалуйста. Настя. Мне кажется, Настя тут, как бы, она оказалась посередине. И, типа, это проблема брата и проблема... Ну, вот. Да, да. Так мы тебе и говорим. К сожалению, случилось так, что Настя стала замешана в этой истории. Я бы реально вкус говорю. Прости. Показать все, что скрыто. Нет, это программа «Окна» и выводить осла. Не, подождите. Ну, блин. Я думаю, что на Настю обиделась подруга за то, что та, типа, не рассказала, а не за то, что она ходила гулять. А вот уже тут как раз таки вопрос. Да, конечно. Да. Рассказывать или не рассказывать? Нет. Ну, это больше, я думаю, что все-таки она из-за рассказать. А еще прикол в том, что та девушка, с которой он начал мутить, тоже моя знакомая. Ну, это не я им сводила. Все они из кентукки, да? Вот, это вообще еще сложнее. То есть она как бы знает, что я ее знаю. Такое ощущение, что вы живете в деревне, тысяча человек, и вы как бы все вокруг там. Нет, слушай, просто я бы очень сильно испугалась бы в таком случае. Просто бы не, вот я бы сказала, get your shit together. И просто такая до свидания. Я бы просто такая до свидания. У меня есть вот два таких кейса, типа, вот, ко мне приходила, помню, что Рита Дакота, вот, примерно такая же была история. Она рассказывала, что, получается, у нее был вот Влад, типа, муж, и у них вся тусовка, у них там вообще вся тусовка тусовалась и с девушками Влада. А Рите никто не рассказывал. Но были те подруги, с которыми она общается до сих пор. Она говорит, я с ними общаюсь, потому что они пришли ко мне и сказали, когда я уже узнала то, что она заб wydaje, что, типа… Слушайте, так у меня подруги еще спали с Владом. Нет, ну те, кто спал, это… Ну, я имею ввиду вот те, те подружайки, которые мне рассказали. Ну, вот и поэтому какие они подружайкися? Да, но она общается с теми, кто мне рассказала даже, потому что она, типа, они ко мне пришли и плакали. и говорили, блин, у тебя семья есть, но я бы не рассказывала. Я бы тоже не рассказывала, потому что, во-первых, иногда люди, которые в этих отношениях, они знают, что им изменяют, и типа они играют в игру, что они не знают. Если ты скажешь, ты будешь крайним, и тебя еще и будут закидать ко мне. Так и случилось. У меня была история, я дружила со своей одноклассницей, мы дружили 15 лет, и главная причина, почему мы перестали общаться, она мне рассказала, что мой парень изменял мне на гастролях, и 5-е, и 10-е, но при этом вроде никаких доказательств нету, тем более и мы еще были малы, и он выкрутился из этой истории и обернул все так, что она виновата. Но в итоге оказалось, что он реально изменял, но это узналось через 4 года. А с ней у нас были подорваны отношения, потому что она как вестник смерти, получается. Гонца мочит. Да, а гонца всегда мочит, а я никогда не хочу быть этим гонцом смерти, я говорю, я не хочу вот это вот, какие-то плохие новости, вести рассказывать, потому что это всегда будет ассоциироваться именно с тобой. Вот я ее вспоминаю, и у меня вспоминается сразу эта история. Короче, Настя, брат не прав. Да, брат не прав. Бывод такой, что замешало это все. Но это вообще, на самом деле, измена, это отдельная тема, мы все никак ее не можем сделать, потому что она настолько обширная, это, я не знаю, надо на 10 серий снимать, потому что измены бывают такие, такие, 3-е, 5-е, 10-е, как там вообще все это разобраться, потому что, ну, типа, реально бывает такое, что там, кто-то знает, кто-то еще что-то есть, почему вообще он, типа, ну, тусил с другой девушкой, если есть это, почему бы не поговорить, или, может быть, перейти на свободные отношения, или еще что-то. Ну, какие свободные отношения? Свободные отношения. Свободен. Вот у нас есть рубрика «Патриархат», и вот, как бы, отвечает за нее, на самом деле, Карина. А, кстати, вот согласитесь, то, что, когда мы начинали передачу, все было немножечко по-другому. Как будто вот ты такая оторва, а мы прилили, а в итоге, просто объясняется, что… Нет, так я оторву, я оторву в обычной жизни, как бы, у меня этого, вот этого эрд-драйва очень не личный. Не-не, я имею в виду, вот даже всем казалось, я думаю, что, типа, ты такая вся, вообще, там, даже в сексуальном плане, типа, можешь там, и то, и то, а то, у тебя, на самом деле, много, типа, нет, это нет, это тоже нет, это не… Персонаж раскрылся. Да, да, да. Так и я сама себя раскрывала в течение этого года. Нет, я недавно встретилась со своей подругой, Наташа, стилист, она многих, и она такая, она меня встретила первым делом, я тебе давно хотела сказать, сейчас скажу тебе наконец-то в лицо, вот то, что ты, там, якобы, это, как зовут секса в большем городе самую… Миранда? Нет, нет, нет. Шарлотта. Шарлотта, то, что ты Шарлотта, я с этим вообще не согласна, я тебя знаю, не притворяйся, не ушла, я такая… Чего сейчас? В лицо тебе. Да, 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 кинула. Я, на самом деле, вот это представляю, вот эти наволочки с моими инициалами, инициалами своего мужа. Да. Ты имеешь в виду, что ты семейная или что это? Я очень семейная, на самом деле. Ну, как бы, просто реально, у меня в работе и вообще в моих развлечениях очень много рок-н-ролла, и мне в личной жизни очень нужно, чтобы было островок спокойствия, Телец, я ультра-телец в этом плане. У меня Венера в Тельце, поэтому кто знает, тот поймет. У меня все в весах, мне нужно… А я вообще ничего не знаю, мне девочки просто иногда говорят. Они мне, знаете, что каждый раз говорят, а, ну у тебя рак, и я такая, спасибо. От души. Не, реально очень сложно. У меня мама тут даже недавно звонила, мама мне звонила после нашей программы, и просила у меня советы. Тань, у меня вот лучшая подруга, вот у них там жесткая, типа, история оказалась, что, типа, муж изменял все годы, что они были вместе, ну там, типа, половина, и у него, оказывается, уже есть дочка на стороне, которой пять лет. Ну, короче, вот сейчас уже точно пусть говорят. Вот это настоящая мультизадачность. Как столько сил хватает. Да, это вообще. И он сейчас в итоге ушел к той семье, она осталась одна, и вот, типа, мама моя спрашивает. Они, ну, моя мама очень хорошо дружит и с мужем, и с женой. И она говорит, типа, а у них общий корпоратив. И она говорит, слушай, а эти... Нет, нет, нет. И, типа, там будет, получается, муж с этой новой женщиной, и моя мама такая, блин, я не знаю, идти туда или нет, вдруг там будут фотки, типа, увидит жена, получается, бывшая, и, типа, правильно или нет. Так ей просто не надо вот так с ней фотографировать. Ну да, вот я тоже говорю, мам, типа, просто приди поздоровайся, но как бы держись лучше подальше, и все. Держись подальше от этих ребят. Да, поэтому... Ну да, в чужие отношения залезать, ну вот, случайно, это тоже. В итоге-то ты остаешься виноватой. Всегда. Слушайте, я залезаю под стол. У нас слишком много сегодня про дружбу, про секс очень мало. У меня веселее под столом. Карина, что же у тебя под столом? Узнаем в конце программы. Не переключайтесь. Отправляйте смски на номер 4242. У нас сейчас будут секс-фанты, и мы будем вытаскивать что-то. Я не знаю, это подготовил нашу прекрасный редактор Даши, что она там нам написала, я вообще не в курсе. Поэтому давайте вытягивать, Карин. Ты первая. Самый смущающий тебя факт из подруг. Оооо! Меня все еще смущает вот это то, что кто-то кому-то в перчатках делает ее, а не массаж где-то. Да! Вы что, забыли? Мне это снится в кошмарах, что там кто-то. Реально. А вот это, кстати, реально сюрп. Вот вы понимаете, то что парень сделал, ну муж-жена, пришли к какому-то сквертологу. Там не муж-жена. Там незнакомые люди. Там они в бакине копаются. Там женщины приходят. Приходят женщины и себя массируют. А помнишь, она у нас была в нашей гости, и она рассказывала, что она с мужем пришла к сквертологу, и он ей показывал, он мужу показывал, как ее сквертовать. Ты что? Точно, я забыла. Вот в этом-то, блядь, ищу. А сквир шампанского в лицо. Мое лицо, мое лицо. Так, давай я. Давай. Я уже боюсь. С кем из звезд занимать бы сексом на одну ночь? Какие крутые вопросы. Ой, так много вариантов. Давид, прости. Так, ну, во-первых, с Джейком Джилленхолом. Во-вторых, с Генри Кавиллом. Кто все эти люди? В смысле? Заплати ведьмаку чеканые монеты. Слушай, он такой глупый. Он вообще... Так я не пацей с ним буду, а не разговаривать. Я не понимаю, что это вопрос. Я не могу захотеть глупого человека. Ты что, хочешь Стивеном Хокингом? Да подчи господь его душу. Ну, слушай. И он такой, блядь, вселенная взорвется! Ты что, этого хочешь? Он, кстати, четверо детей. Не, а что он, реально, когда я смотрела фильм, мне... Ты смотрела фильм, где играет красивый актер. Да. Так вот, подожди. У меня аж глаз задергался, господи. Пиздец. Реально, я, короче, смотрела, когда агента Анкл. Я такой, ну какой сексуальный мужчина? Зашел в Инстаграм. Ой, Амри Крамер, кстати, тоже очень сексуальный. Спасибо вам, класс. И я зашла, короче, к этому ведьмаку в Инстаграм и увидела, что у него в Инстаграме просто, как он, типа, в фитнес-клубе качается. А что ему еще делать? Потому что он очень классный, добрый телец, он любит играть в компьютерные игры. Ой, какой кошмар. Вообще, мы бы занялись сексом, поиграли в Варкрафт, и я бы ушла. Вот. Вот, реально, кстати, отдельная тема выпуска, что возбуждает женщин в мужчинах. Ну, типа, вот, я вообще не могу, когда глупый человек. Вот, меня прям... Такой бы он красивый не был. Почему ты его судишь? Ты с ним не разговаривала. Не, ну... Ну, я... Ну, ты сейчас занимаешься лупти из мам? Нет, нет, я могу это считать. У него есть бицепсы, но, может быть, у него и в голове есть пара. Я интервью его смотрела, он два слова связать не может. Нормально он разговаривает? К столу Харди в хорошей форме. У него просто разные постоянно бывают стадии. Блин, а вот мне, кстати, как раз... Мне там Харди нравится не когда он супер-качок, а когда он, наоборот, типа, живой чувак, там, может быть, пузиком или еще что-то. Ну, а кто сказал, как я вижу хорошую форму? Тоже верно. Может быть, хорошая форма – это круг. И кто еще там такой классный-классный? А я посмотрела тут, думаю, надеюсь, вы тоже посмотрели. Я посмотрела порно с Асапом Рокки. Разочарование 2020-го. Да, разочарование 2020-го. Так что из списка моих секса на одну ночь Асап Рокки вылетел. А был, да? Да. Да. Определенно, да. У меня вот не был. Мне кажется, он вместо презерватива платок Гуччи использует, знаешь? Вот он вот такой у него. Да, весь этот пафус. Ну, не знаю. Срочная накуренность какая-то. Не, мне нравится. Нет, короче, Асап Рокки. Трэвис Скотт, Кид Кади, естественно. Тем более, сейчас выяснилось, что Трэвис не был в Скайре, поэтому значит, еще и не изменяет. Тем более, он телец. Что ж такое? Сегодня тельцам, просто все мужчины-тельцы такие уверены в себе приобрели. Нет, на самом деле, у меня еще даже есть бзик, очень смешной. Я, когда начинаю встречаться с парнем, я вот всегда думаю, а променяла бы я его на Кида Кади? Вот всегда думаю. И вот если не променяла, значит, это тот самый. Я отношусь с парнем, которого бы не променяла на Кида Кади, но Кид Кади все равно... Леша волноваться не за что вообще. Да, но все равно Кид Кади остается моей сексуальной и эмоциональной фантазией. Татьяна. Многие годы. По волну и не чаю. Блин, раньше я отвечала с Анжелиной Джоли, потому что это было бы такое, типа, это было бы интересно. Слушайте, у меня есть загон, на самом деле, что я, мне не нравится, что если я, типа, буду мутить со звездой, то, ну не мутить, а, типа, даже заниматься сексом, что для него, ну вот условно, я сейчас скажу, например, Леонардо Ди Каприо, а потом подумаю, ну у него-то, у него тёлок так много и он после секса сразу уйдёт. Не надо думать, ты подумаешь, что ты просто в магазине его снимала. Ты хочешь сюда быть особенной? Да, я буду наоборот с ним, типа, я буду его, я буду игнорить Леонардо Ди Каприо и не заниматься с ним сексом до последнего. Татьяна, когда тебе нужен парень, которому 16 лет, он не занимался сексом? Ты скейтбордист! Да-да, если ты хочешь для него быть особенной. А мы говорим про то, что один раз пришла, use the body and then left. Мне такое, это не мой вариант, мне так и не нравится. Тогда я оставлю вариант с Анджелиной Джоли или с Дженнифер Эннистом. Ну это что-то новое, это что-то интересное. Короче, Таня Брэд Пит, мы поняли, у неё такое, как бы и Гвенат Пелпро у неё где-то там ещё. Твое самое пикантное сексуальное событие года. Блин, как мне нравятся эти вопросы даже, ты просто гений. Слушайте, на самом деле, сейчас я вспомню пикантное, но я хочу сказать, что я за время программы, вот за последний месяц разрулила наконец-то свой сексуальный вопрос. Серьёзно? Вива левагина, Татьяна. Оказывается, на самом деле, если проанализировать, даже я уже не стала провоцировать секс, а когда он его провоцировал, я думала, ну, мне же он нужен больше, чем ему, и типа, значит, он сейчас это делает просто для того, чтобы мне, и я такая, типа, нет. И в итоге мы всё обсудили, и сейчас всё хорошо. Да, поздравляю, это прекрасно. Ура! Поздравляю! Спасибо! У Татьяны восстановилась сексуальная жизнь! Поздравляю! А черепаха зашла. Да. Слушайте, ну, самое пикантное, я получила оргазм во время минета. Вот мне кажется, что это прям супер. Да, то есть я настолько, видимо, отбитая, что реально, я просто делала минета и получила оргазм. Блин, мне во время секса сложно получить оргазм очень, типа, такое было вообще. Потому что ты контрол-фрик. Да, это правда. Это всё контрол-фрик. То есть взяла всё в свои руки в прямом смысле, и не только в руки, и всё, и нанеслась. Вот давай ты, я пока вспомню свои события. В смысле, я тебя узнала про шибари? Расскажи, это очень интересно. Так, а мы, кстати, не пробовали шибари в итоге. Я просто регулярно практикую связывание, поэтому в этом мне кажется, что это пикант. Серьёзно? Это прям шибари-шибари настоящие? Нет, это пока просто всякие штучки. Что хочется попробовать в сексе в новом году? Опа! Есть во время секса, да, наверное? Не, ну это мне не нравится. Меня вырвало один раз во время минета. Кого здесь нет? Блин, а мы с вами один раз поругались жёстко. Прям в первые годы, когда я ему намазала... Намазала нутеллу на пеннице. Чёрт! Бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Серьёзно, я бы последний двойной поругались и сказал, Бля, что это такое? Потому что это нутелла, а не потому что напеннице. Вот именно. Я типа нутеллу терпеть не могу. Мы начинали-то с оргазмов, в нашей передаче. И я до сих пор не могу достичь оргазма, именно вот когда он... Просто во время кои-то суету. Да, во время кои-то суету. Вот, и поэтому у меня «резолюшн» на следующий год, чтобы это случилось. И тогда я вообще преисполнюсь Поддерживаю, просто заклинаем В своем существовании И мне, в принципе, больше ничего не надо Мне не нужно вот эти Весь антураж мне вообще не нужен Я как бы Я люблю, вот если это именно Эмоционально и Физически сложится На все 100%, я буду очень счастлива Да, я тоже, у меня такого тоже ни разу не было Ну как, был один раз Но типа так вот, чтобы прям вот вообще У меня тоже такого не происходит Ну вот, чтобы это было, не, это случается раз в тысячу лет А вот именно на регулярной основе, чтобы это было Как бы, как должное Как у 25% Да, людей Был ли у тебя секс в общественном месте? В клубе был Много раз Вот это, кстати, я обожаю, если честно У меня был на парковке На парковке? Ну, в смысле, в машине или прям на парковке? Стоя? Надеюсь, что Тема не будет смотреть эти передачи У меня Хенджоп в автобусе, вот это, кстати, было Вот, у меня было тоже такое Ну не, не хенджоп, вообще, типа, у меня был в плане петинг Прям в полностью заполненном автобусе Да, у меня тоже такое было, кстати Да, и типа Мне было 19 Мне было, не было, не было говорить, сколько, чтобы люди не знали Собянин, что люди делают? А, на скамейке было, на скамейке, на детской площадке Мне было 16 Вот это рок-н-ролл До сих пор Карина не подпускается к детским площадкам больше, чем на полковометре Ну там никого не было, я была после концерта триогрутрики Твой самый нелепый секс А, ну на пляже считается Ну типа на пляже У меня на пляже не было Ну, в том плане, что это была, типа, шесть часов без остановки, одна поза, у меня заболела спина, и это все было какая-то возня То есть человек просто, человек лежал на боку и судорожно, вот так, как в биле все делали Ну да, вот, и какая-то, короче, это была, и он не знал, где находится клитор, и он вообще не знал, где, как сжимать грудь Он не знал, где он находится вообще Вот, и он просто такое ощущение, что наслаждался только собой, вот, и... И это было возле зеркала А потом, и потом он назвал секс койтусом Опа Нет, саити, саити Саити, подожди, саити Я в этот момент поняла то, что, конечно, красота вообще не имеет значения абсолютно О, бля, у меня был дико нелепый секс Короче, когда, в общем, история была в том, что чувак, во-первых, он ужасно потел И это был пиздец Мы занялись за сексом, и у меня ощущение, что я, блядь, под сосулькой весной На меня просто летнее капельное лицо летит, и это было ужасно А потом... Сегодня И он все не мог закончить никак А потом выяснилось, что он отравился И просто он среди секса убежал в туалет Господи, да слава богу, что убежал И его там просто немножко пронесло Но я помню это, и я такая, господи, ему будет дико стыдно Потом он такой, блин, я нормально могу этим заниматься, прости Вот, но я никогда не запомню Реально, я помню, что я как-то подушку подкладывала, чтобы на меня не капало Ну это был пиздец Блин, ну почему у меня такие вопросы задаются? Твой самый необычный секс Я почему-то вспомнила один из первых, там чуть ли не третий секс, наверное, это был в моей жизни И мы же с Темой блогеры И мы, типа, снимали блог И вы ставили лайки друг другу на тело И мы снимали блог в Египте Просто обожаю И оставили камеру случайно И она стояла И мы дальше ходили просто по комнате И вдруг начался секс И потом этот секс перешел Вдруг как в сказке начался секс И вдруг наш видеоблог стал 21+, потому что, типа, началось видео Ким Кардашьян И ее бывшего парня, поэтому Но все было не настолько плохо, как у них, честно И не как у Асапа Рокки И не как у Асапа Рокки Трудно переполнить Асапа Рокки в этом Конечно А еще, кстати, многие любят после ссоры заниматься сексом Я люблю, я люблю поорать, а потом Блин, я просто никогда не ору, к сожалению Только во время секса Это, кстати, такая тенденция Это прикольно, когда это в рамках разумного Но иногда бывают вот, например, абьюзные отношения Это когда, ну, одна из причин Когда вы, типа, любите посраться Вот прям, чтобы прям страсти накалялись Потому что очень классный секс Это круто, когда там это случается раз в какое-то время Но не на постоянной основе Получается, что у тебя уже секс ассоциируется, мне кажется, потом Вот с такой нервотрепкой Ну да, ну что, типа, нужно посраться Вначале хорошенько, чтобы потом поебаться Да, был у меня один такой чел Со своей бывшей все расстаться никак не мог Потому что они все время ругались, она его била А потом сношались А потом сношались А потом сношались, да И потом он приходил и говорил Угу Она такая ужасная Она такая ужасная Она опять меня избила Ну и потом я ее выйду Были ли у вас какие-нибудь прям супер смешные истории Как вот я видела серию, когда сама Когда эта Кэрри долго не могла выйти погулять с девочками А в итоге они за ней зашли И оказалось, что у нее застрял что-то там для месячных Какой-то Минструальная чаша Минструальная чаша И она такая, блин, кто поможет вытащить И Саманта такая Я пошла Вот мы в Таиланд поехали с Ксюшей И случилось так, что вначале у меня была рвота и понос Потом у нее была рвота и понос Потом у нас вместе была рвота и понос Мы прям Гриффины вообще Да Мы близки, как никто И мы были настолько близки, что, например, она блевала в ванную Ну это одна комната А ты рядом А я в понос выходил из меня Или наоборот Мы с Ксюшей были на вечеринке На Манхэттене И мы пришли домой А мы снимали комнату И мы зашли переодеться Да, и мы зашли переодеться И я понимаю, что меня уже тошнит Но я хочу продолжение банкета А я не могла выйти, потому что там была У нас соседи были, и они заняли туалет Да, и они заняли туалет И она такая достает пакет И я как кошка, которая комкина Потом мы его ходили на улицу, выморачивались и вернулись Да, она взяла его с собой, завернула и выкинула Было круто Вот это дружба И потом у нас с нами еще жил кот Который на следующее утро мы просыпаемся, что он блюет И я говорю, Тайлер И он просто сжирает свой блевод и уходит С нами жить, блевод ужрать Да Что я могу сказать Завела кошку И заводчики зло Но просто я не могла взять из приюта Потому что у меня аллергия на всех кошек Кроме вот этой из серии Вот И они продали ее Она болеет всеми болезнями, которые могут быть на земле И первые три месяца с ней Реально Она не может есть корм обычный И она Я не могла понять, почему это происходит Она просто срала Она ее берет на руки, из нее льется говно И то есть первые три месяца О, Марахару, блядь Ее берут на руки И я думаю, господи, лишь бы сейчас она не пернула И ко мне приходят гости и все уходят в говне А понимаете, ну как бы кошка это же лицо хозяина тоже Я такая Я не сру на людей, пожалуйста, простите Вот А все-таки поговорим про фетиши, да? В этой программе Это просто Моя кошка капродел Вот И Короче, да, это был пипец Потому что три месяца я ездила по врачам Понимала, что с ней Понимала, что я, в принципе, могу заводить детей Потому что любое говно А то есть у меня было, что я просыпаюсь Утром, у меня говно на лице, ребят Настолько Потому что она пришла полоскаться У нее течет из задницы И первый раз я орала Спустя две недели я такая просто Ну что ж, мы идем мыть тебе жопу Вот И это как бы было просто Блин, я бы прострелилась Да, да Я просто такая дзен-буддист Я думаю, блин, надо это пережить Потому что потом мне уже не страшно ничего И сейчас в итоге просто моя кошка питается лучше, чем Здоровее, чем я Потому что я каждый несколько раз в неделю Покупаю индейку Отвариваю ее до состояния волокон Потом делаю ей гречку и так далее Я парню своему гречку не готовлю, а кошки готовлю Это стыд, прости Вот Но это так Поэтому, да, удача это смешно И много каких-то в течение года было каких-то таких факапов Ну, типа Или неприятностей Но я не могу сказать, что это анти итог прям какой-то Угу Так что в целом-то все вообще достаточно хорошо Через говно Знаешь, ветер в харю, я ебарю Вот как бы вот такое настроение Да Расскажите у кого-нибудь есть какая-то прям прикольная история про факап года? Или про какой-то неудачный случай Подарок на Новый год Это был абонемент на кофе Да Абонемент на кофе Я серьезно В шоколадницу В шоколадницу В шоколадницу В шоколадницу Да, именно Вот мне интересно У вас были такие же клевые подарки? Мне Тёма один раз по приколу видимо Ну реально по приколу Подарила такую огромную коробку Я такая Блин, круто Что же там Я обожаю когда-нибудь что-то дарят И я просто Что? Тёма Здрасте А давно ты здесь? Нет Слава Богу Нет, я пока не тёма И короче Тёма подарил мне огромную коробку Я сразу такая Вот, чёрт Теперь всё знаю Какая я милая Нет, я не милая Короче, я подарила огромную коробку И внутри на самом дне Даже на какой-то скотч Двойной Прилепленные Маленькие носки И просто там И написано с 8 марта Я такая Зато в коробке можно жить Это вообще-то очень потелячье Не, на самом деле Потом я там ну типа оторвала И там был какой-то Подарочный сертификат На много тысяч денег На какие-то типа бьюти истории Много тысяч денег Мне один бывший написал Слушай, ну у тебя день рождения Мы уже расстались Он говорит, ну у тебя день рождения Если честно дарить тебе ничего не буду И пожелать тебе ничего хорошего не могу Поэтому скажи спасибо Что плохого ничего не желаю А мне сказал один бывший Поздравляю тебя с днём рождения Желаю прожить жизнь скоропостижно Что? У меня была любимая группа Bring me the horizon Оливер Сайкс Да, и собственно у него Его брат родного Есть бренд Drop Dead И я его просто обожала Я молилась на него Так вот это была Желтая вязаная футболка Вязаная Желтая футболка Так На ней были цветы И это был Drop Dead И это видимо Была самая худшая вообще И я такая Блядь Как бы это то что я хотела Но Но из этого всего Только этикетка Не знаешь Он попросил свою бабушку Связать такую Да, и прилепил к этикетку На Алиэкспрессе Drop Dead Подарок был классный Да, это был ноутбук Мне мой бывший подарил ноутбук Все было классно Он все время какую-то хрень мне дарил Если честно Ну и вот Совершил сиденье Он мне купил ноутбук Да, все классно История о том, как он купил ноутбук Ну меня не волновало, грубо говоря Да, не мое дело Купил и купил Вот мы расстались Проходит где-то полгода Он мне звонит И я в шоке просто Мне звонит бывший И я беру трубку И он не попросил меня Ну не вернусь Подарок Ничего сделать Он говорит, а ты можешь заплатить кредит за него? Да ты что? Серьезно? Это когда Вы представляете Он реально взял в кредит И он выплачивал его, когда они уже расстались И это так странно вообще Причем он сам бросил меня Я его не бросала Он сам меня бросил Мне кажется это как от мертвого эсэмэски получать Знаешь, типа рассылку эсэмэсками Когда он стал Покорми бьютерга Да Мне еще звонили банки из микрокредитов, микрозаймов каких-то Говорили девушка А вы можете связаться с этим человеком? Я говорю, алло, мы не общаемся Ну потом, когда мы уже сказали Я говорю, я в полицию заявлю на вас Они перестали мне звонить И он мне потом звонит Говорит, ты можешь заплатить кредит? Господи Офигеть Какая жутка А кстати, вы знаете, что Маяковский, по-моему, он так делал? Что он... Звонил и говорил, заплати там локопилку Лили Брик Алло, Лилия Лили, заплати Каждые там, типа, выходные ей приходили цветы Я на тебя? Да, и когда он умер Ей продолжали приходить цветы еще, типа, там, год или сколько Прикольно Ты писала, что ты о депрессии избавилась Да Да Избавилась и это случилось Я очень счастлива этому факту Мне кажется, это супер Я считаю, что это моя личная победа Что я все-таки, наконец, взяла себя в руки И силу воли натренировала так, что смогла избавиться от этого И никакого больше токсика Но токсик Очень круто У тебя, Танюш Что, главная победа? Ну, мне кажется, что наша программа... Что не чай приходит на наши съемки Наша программа, это априори самая главная победа этого года, это правда Я прям безумно рада, что мы ее сделали и что так получилось и мы вместе Да, это правда Может быть, все-таки стоит поверить женскую дружбу У меня просто есть такое, что я честно вам скажу, что когда я смотрю на каких-то типа... Вот в инстаграме особенно, если там, знаете, бывает такой разряд подруг, которые постоянно постят все фотки вместе И даже если это длится уже несколько лет, я все равно всегда смотрю и жду поста о том, что они поругаются И так всегда происходит Серьезно Про нас ты тоже не так думаешь, да? Не, ну мы не, знаешь, не в десны тут как бы на всех фотках такие Ну да, ну есть такие подруги, и я потом прям вот жду, что вот... Ну вот сейчас это... Не, так это все обычно фейково очень Да Фейк лав, you know Фейк лав Угу Вот, поэтому, может быть, может быть, я надеюсь, что не закончится в следующем году наша программа из-за того, что кто-то что-то не так поймет Ну мы вроде, кстати, научились разговаривать, мне кажется Да Мы разговаривать, да? Да Стабильности в сексуальной жизни в плане ее наличия Да Разнообразие в ее проявлениях Да Понимаете, сексом как вам хочется И защищенно Да Защищенно И, на самом деле, то, что мы говорим в каждой программе, очень важно научиться разговаривать Вот реально во всем Знакомые, кодекс братана, отношения муж-жена, мама-дочка, отец Ты собака Ты собака Ты собака, да Важно слушать, чего хочет твой пес И, нет, это правда супер важно и прям разговаривать, разговаривать со всеми и это разруливает очень многие проблемы на самом деле И у меня куча подруг, которые могли приходить ко мне и такие, типа Слушай, мне кажется, что вот он вот там на многих подписан, еще что-то, вот это как-то не нормально Я говорю, поговори, просто поговори Дальше Разговаривать научились этому сами В первую очередь Мне нравится, что никто не пьет И мы такие отмечем Это Можете пить из горла просто, знаете, открывать и пить Поздравляем всех с Новым Годом У меня, кстати, есть даже хлопушки, я хочу их хлопнуть И хочу сфоткаться Офигеть, а у меня не получилось Так Вот Давай еще Смотрим В другую сторону Пыль Пыль Ах, господи Всех с Новым Годом Не занимайтесь сексом Ура Ура Я обычно вот так вот фоткаюсь Вот так Вот так Вот так Все? Все? Ура Спасибо всем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!